И вам повезло, в ближайшие годы у нас будет улучшение жизни, мы ни с кем воевать не будем, не будет никаких революций, но успех возможен только личным качеством. И в богатом городе Москве огромное количество нищих, а город считается самой богатой в мире, а не только в нашей стране. И в самой богатой стране Америки то же самое огромное количество людей сидят в тюрьмах, или нищие, или бомжи, или сегодня горит пол Америки. И там у них нет своего МЧС. Теперь они будут свое МЧС создавать. Сами будут решать. Вот сейчас как остановить пожары в западной побережье Америки? Как? Буш думает, как все его губернаторы. Вот Шварценеггер, хороший актер, а сделать ничего не может. Весь штат горит. Потому что в кино сниматься одно, а вот заниматься безопасностью противопожарной он не может. Я уже дал средства массовой информации. Нужно обязательно разорвать лесную полосу. Только тогда мы остановим лесной пожар. Иначе пожар с одного дерева переходит на другое, и все западное побережье будет полыхать. Уже миллионы остались без жилья. Как остановить такой пожар? Разорвать. Часть территории разорвать, чтобы получилось пространство пустое. И огонь дальше не идет. Когда они для этого додумаются? Когда еще будет миллион людей, останутся без жилья? И это все вопрос, кого вы выбираете? Губернаторами? Президентами? Какие политические партии? Видите, сытая довольная Америка. А теперь миллионы без жилья. И миллионы бедные. Все сгорело. Паспорта, деньги, документы. Справа веселились, а теперь они будут, так сказать, плакать. Вот они должны думать. Вам нравился Шварценеггер в кино? Вот пускай научатся еще управлять хозяйством целого штата. А то в кино вам нравится, выбираете. То, что у нас есть. В нейтропартиях половина артистов. Вот наберете артистов в парламент, они ничего делать не умеют. Фигуристы. Что они там будут делать? На коньках кататься? По залу. Поэтому ответственность за процесс в стране мы все с вами несем. Между выборами отвечают чиновники, депутаты. А в день выборов вы сами решаете свою судьбу. Поэтому прощаюсь с вами. А доктор Истерич Новоклобинский продолжит отвечать на все его вопросы. Он все знает, он все изложит вам. Те позиции, которые бы я изложил. Просто мне нужно еще провести несколько встреч и успеть в светлое время вылететь в Санкт-Петербург. Видите, страна, у которой больше всего энергии. Если я в 6 часов не сяду в самолет, все. Аэропорт не может меня отслужить. Это позор. Столько энергии в стране, аэропорт работает до 6 вечера. Без перерыва должен работать. День и ночь. Свет должен полыкать, все должно быть светло. Вот, пожалуйста. Энергия есть, аэропорт не работает. Да у нас темно на дорогах. На дорогах темно. На домах темно. Холод на кое-где. До сих пор кое-где отопление не включили. А энергии самое большое количество в мире. Владимир Вольфович. Да. Один вопрос. Давай. Один вопрос еще. Константин Анатольевич Дмитриев. Мы с вами встречались более 12 лет в Москве. На форуме журналистов. Вы начинали тогда свою деятельность. Первое знакомство произвело определенное впечатление. Сейчас мы с удовольствием ваши все выступления воспринимаем и достаточно серьезно работает коллектив Корейского Педагогического Университета. Рассматривается сейчас программа «Подросток гражданин-патриот», которая в себя включает подготовка высококвалифицированных специалистов, начиная с детского садика. Создан и существует уже кадетский корпус. Ваше точное зрение, правильно ли мы движемся в этом направлении, что готовим уже методические пособия для такого педагогического воспитания? Все можно делать и создавать много суворовских училищ, казачьих, кадетских и судепланированных девиц и все остальное. Самые различные формы обучения, но не забывать про главное. Мы должны людей научить самих зарабатывать себе на хорошую жизнь. Значит, мы наденем погоны, и он будет, говорит, дайте зарплату, он умеет только погоны носить и маршировать. Другой умеет прыгать на стадионе, говорит, дайте мне большую зарплату. Программа эта предусматривает и девиз программы «Жить достойно, творить, дарить счастье». Вы одобряете такую программу? Вот я вам об этом же говорю. Слова красивые. Да или нет? Жить, слушайте, что я вам говорю. Хорошо, прощите. Жить достойно, красиво. А как это достоинство обеспечить? Вот этому научите. Это мы. Какая главная профессия должна быть сегодня в стране? Называйте. Учитель. Нет. Нет. Учитель. Нет. Нет. Учитель. Это потому, что вы педагогическое вузу. Нет. Мы подготовим 100 миллионов учителей. Кого они будут учить? Кого будут учить? Учиться? Гражданина. Гражданина России. Вы не поняли, как я поставил вопрос? Кто нам сегодня нужен? Учитель? Он научит, чему и кого. Я об этом вас спрашиваю. Как мы должны научить, кто нам сегодня нужен для развития экономики? Бешеного развития экономики. Учитель, врач, юрист обслуживает. Кого? Кто создает материальное богатство? Реальную экономику? Продуктное питание? Производство? Промысленность? Кто? Народ создает. А вы? Чушь. Все. До свидания. Вот так вот советская власть сделала. Народ. Абстанция. Какой народ? Нам сегодня нужен лавочник. Уметь торговать. Мы не умеем торговать. У нас огромные богатства. Мы продаем все в 20 раз дешевле. Покупаем в 20 раз дороже. Потому что торговли не было вообще в советской власти. Сегодня в каждом вузе должен быть торговый факультет. Но когда наши мальчики и девушки откроют лавки и будут там продавать, они не будут стоять со справками и кричать, бедная, нету денег, дайте мне, я умираю, дайте льготы, я не еду на трамвае, я не хожу в баню. Вот вы сейчас продолжаете советскую систему патриотического воспитания. Русскую. Да, вот в чем проблема. И мы уже 200 лет, самая бедная в Европе страна, мы умеем машиновать, воевать, погибать, хоронить. А надо уметь торговать, производить, торговать, производить. Вот тогда мы будем жить хорошо. Это же Ленин сказал. Что Ленин? Ухарин сказал, вы качаетесь. Да нет. Люди. Что? Вы коммунисты, да? Да. Вот все. И мы с вами будем всегда спорить. Но вы 90 лет имели. 90 лет. И вы были правящей партией. И вы страну привели к катастрофе. Но. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ. Вы видите, как себя ведете? Ведь я не стал заниматься антикоммунистической пропагандой. Если бы я пришел сюда и начал быть с антикоммунистической пропагандой, вас бы сейчас скорая помощь увезла отсюда. То есть я скажу все факты, что вы натворили коммунисты в нашей стране. Вы ее уничтожили. И придет время, когда у вас будет международный триминал. И мы вас будем судить. Ваши руки будут плевать на вашу могилу. И мы будем наказывать за это. Потому что на 20 тысячи нужно вести себя хорошо. Поэтому вы о своей ответственности еще должны подумать. Подумать должны. Ибо на вашей совести 100 миллионов погибших граждан с Россией. 100 миллионов. Гитлер уничтожил 20. А вы уничтожили в 5 раз больше. 5 раз больше. Да. Вот он сейчас останется и расскажет вам. Вот эта история. Вы лишили его родины. Он верил, что в Казахстане. Я в Казахстане. В Казахстане нас надо уехать. Бросить имущество. И сегодня русские там второго сорта. Вот поезжайте международно сюда, в Казахстан. И изучайте казахский язык. И через 10 дней я посмотрю, что будет с вами. Кто вам сказал об этом? Кто вам сказал? В коммуналке. Галебный. Раздеты. Брата расстреляли. Тетка в тюрьму. Бабушка в золовке. А цепь у него в лагерь. Лучше всякие молчите. Садитесь и молчите. Садитесь и молчите. Пока вас не арестовали. Сидите и молчите. Садитесь и молчите. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok